Народникам предложили поиграть. В Новосибирске прошел самый демократичный музыкальный конкурс. В ДК Октябрьской революции выступили дамбристы, балалайошники, гармонисты и гитаристы. Юных исполнителей в 24-й раз собрал фестиваль «Поиграем». Подробности в нашем сюжете. В ДК Октябрьской революции многолюдно. В каждом углу кто-то разыгрывается, готовится к выступлению. За день на фестивале «Поиграем» выступает около 800 человек. Это школьники из Новосибирской области и нескольких регионов Сибири. Приезжают дальние районы. Вот сегодня 8 человек приехали из Читы. И все балалайшники. Мы думали, что балалайок вообще уже не так много, а их оказывается очень так хорошо в Чите. Ансамбли, оркестры и музыканты, играющие сольно на домре, балалайке, гитаре, баяне, аккордеоне или гармоне. Такой состав участников «Поиграем» собирают уже в 24-й раз. Философия фестиваля – дать возможность выступить детям с разным уровнем подготовки. В отличие от большинства конкурсов, здесь нет отборочных туров. И исполнить нужно лишь одно произведение. Маленький исполнитель выносит на сцену то, что у него максимально хорошо получается. То есть вот такая свобода, такая демократичность, она дает ребенку, ну, скажем так, не зажиматься, возможность не зажиматься, а расслабиться, да. А потом в дальнейшем как бы наращивать свой потенциал, чтобы выходить на сцену уже с более серьезным репертуаром. Многие участники представляют на фестивале произведения, которые уже обкатали в своих школах на предновогодних концертах. При этом в жюри профессиональные музыканты, педагоги, есть представители Франции и Беларуси. После пандемии у фестиваля появился онлайн-формат. В этот раз записи выступлений прислали более 500 человек. Онлайн – это, конечно, для тех, у кого нет возможности приехать по той или иной причине. То есть это очень удобная форма. То есть если раньше, например, если не было возможности приехать, то, конечно, детишки немножко расстраивались, что не получилось у них принять участие вот в данном фестивале международном. А, конечно, очно – это лучшее. То есть это есть возможность общаться друг с другом, опыта набираться друг у друга, слушать друг друга. То есть это, конечно, очная форма – это гораздо лучшее. Для некоторых участников «Поиграем» остается главным и единственным музыкальным фестивалем в недолгой исполнительской карьере. Но есть и те, для кого это лишь стартовая площадка. На фестивале выступали будущие победители «Дельфийских игр» и всероссийских конкурсов. Еще одна традиция «Поиграем» – отсутствие проигравших. Дипломы получают все, а отличившихся приглашают в летнюю школу исполнителей на русских народных инструментах. Наталья Цопина, Алексей Кудинов, Александр Ведерников. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова